Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я снимаю очередной мукбанг, спасибо огромное, что вы заглянули на мой канал. Я не знаю, успела я или нет. Это же видео я снимаю прям 5 июня. Я знаю, что на сегодня у нас с вами мукбанга нет, но мне надо еще его смонтировать, выложить. Я не знаю, обработка сколько времени займет, но очень надеюсь, что я успела вовремя. Потому что после того, как я начала публиковать видео с каким-либо ритмом, режимом, так скажем, у меня, во-первых, увеличились просмотры. Во-вторых, очень много положительных комментариев. Вот реально прям глаз радуется. Поэтому хочется продолжать в том же духе. Опять же, боюсь что-то обещать. Лучше не обещать. Я это уже поняла на собственном опыте. Потому что ты обещаешь. Потом какие-то форс-мажорные обстоятельства. Иногда какие-то психологические моменты. Ты из-за чего-то расстраиваешься и просто физически не можешь снимать видео. Либо тебе надо сидеть с кислой рожей. Извиняюсь за выражение. Но это вы, как правило, чувствуете. Поэтому не стоит. Так, что я заказала? Я уже сразу начинаю кушать. Совсем забыла вам рассказать. В общем, все, что вы видите сейчас на столе, я заказала из Папы Джонса. Я заплатила всего 15 монат. Еще плюс 2 напитка. Один спрайт, другой фанта. Всего 15 монат. Это мои любимые роллы. Да-да-да, они называются роллы. И они настолько вкусные. Не менее вкусные, чем обычные роллы, которые мы с вами всегда кушаем. Это просто сет. Сет на 2 человека. Внутри этих роллов сыр. Очень вкусная кабаса. Прям супер вкусно. Еще идет вот такой перчик. Но он, как правило, безумно острый. Очень вкусная. Картошка по-деревенски. Вы знаете, я просмотрела свой канал и подумала, что же такого у нас с вами давненько не было. Но я обнаружила, что KFC и McDonald's я не снимала очень-очень давно. Прям безумно давно не снимала. Зашла и увидела такие цены. Сейчас вы скажете, вот, зажмотила. Ну вот реально, всего 8 наггетсов стоит 8,5 монат. Или 9 наггетсов стоит 8,5 монат. В общем, Мак реально подорожал просто потому, что очень просто огромный поток клиентов. А я, если честно, их бургеры разлюбила. Вот честно вам скажу, разлюбила. Раньше я их любила, особенно Мак Чикен. В последнее время именно вот эту вот их сладкую булочку я не переношу. Оно не нравится мне она. Можно, конечно, взять наггетсы. Тут у нас с вами рекламная пауза, потому что у меня не YouTube премиум. вкусная чища. В одном из мукбангов, кстати, иногда порой бывает, я неправильно выражаю свои мысли. Хотя я пересмотрела этот мукбанг, я там отчетливо говорю о том, что без твиксика очень скучно. И, наконец-то, брат мне его привез. А мне все в комментариях нам пишут, ты же говоришь, что без твиксика скучно, что его нету, а мы увидели его хвостик за кадром. Я пересматриваю это видео, вроде как я правильно сказала. Настолько недовольных, я понимаю, что что-то не то. Это, знаете, на что похоже. Я выложила видео на свой азербайджанский канал. Мама была в деревне. Мама должна была приехать. Я для нее составила стол, накрыла на стол, заказала там вкусняшки, подарок. Стол получился просто шикарный, классный. И под этим видео, видео сразу набирает полмиллиона просмотров. Я просто офигеваю. И под видео столько комментариев. Вот маме ты делаешь такой стол, а свекрови? А как же свекровь? Я сначала не понимала, о чем речь. А потом, ты меня как дошла. То есть, мои зрители, точнее, это не мои зрители, а просто люди, которые увидели в рекомендациях это видео. Подумали, что я замужем, и ко мне из деревни приезжает моя мама. То есть, там по контексту как раз таки так и получается. То есть, из деревни приезжает моя мамочка, но у нас как принято. Если ты живешь отдельно от родителей, значит, ты замужем. 95% случаев не принято как-то жить одной. Я смотрю все комментарии по типу того, а как же свекровь. Не сразу до меня дошло, но как дошло, я постаралась им ответить. Вот этот соус, это, конечно, нечто, девочки. Я не знаю, из чего они готовят его, но это не кетчуп. Давайте прочитаем, что же здесь написано. Именно соус Папа Джонса. Если в Макдональдсе дают соусы от Хайнс, то это прямо фирменный. Так вот, я к чему вам мысли потеряла? Как всегда теряю мысль. Я к тому, что сейчас столько альтернатив, столько классных доставок, даже местных. Недавно я такую шаурму кушала. Вроде, смотришь, обычная шаурма. Но там такой соус стоил 3 доллара. Рядом еще супчик взяла. Хлебала супчик, кушала эту шаурму. Прям получила такое удовольствие. Напишите в комментариях, если вы прям сильно ждете Макдональдс, то я могу, конечно же, его снять. Ну а так в плане фастфуда нашла кучу просто альтернатив. Вот эту вот штуку, кстати, никогда не пробовала. Будем пробовать с вами вместе. Сейчас посмотрю, как она называется. В телефоне у меня. Название такое сложное. Наверное, смеяться надо мной будете. Называется кальцони. Это называется кальцони. По идее, нужно было бы притащить ножик и разрезать. Но выглядит очень-очень аппетитно. О! Горячий. Что здесь внутри? Здесь внутри сыр, куриное мясо, какой-то соус. Давайте попробуем. жирненько. Грибы тут еще. Какой-то сочный соус и очень много сыра. Почему-то многие думают, что в Папа Джонс только пицца. А мне как-то пиццы тоже надоели. Я уже как раньше удовольствие от пиццы не получаю. Может быть, это связано с тем, что пиццу дома я могу приготовить гораздо вкуснее, чем в любом месте. Я часто делаю тонкое. и очень много начинки. Вкусно. Очень похожий вкус. Некоторые оставляют эти краешки. Я все замыкаю. Сначала хотела взять Папа Диас, но у нас два раза был Папа Диас. Решила вот такой взять. Вообще, я иду в магазин с мыслью, что я хочу что-то интересное купить для Мукбанка. Хожу по огромному супермаркету и, честно, ничего не нахожу. даже вот огромные супермаркеты. Там плюс-минус одно и то же просто в большом количестве. Так что вы не думайте, что я не стараюсь для контента. а вот этот вексик. Ну, кстати, в последнее время вообще еду не попрошайничать. Честь там свой корм, жидкие там туда-сюда. отучился просто попрошайничать. У нас с мамой сегодня с утра конфликт, который я хочу вам рассказать. И вы обязательно напишите свое мнение в комментариях, потому что мама будет читать. Мама была в деревне, естественно, там солнышко. Ой. Свет отключили. А что делать-то? Тут я еще абсолютно не знаю, что ждет меня впереди. Оказывается, свет отключили не у всех, а чисто у нас. В тот день, к сожалению, выложить это видео мне не получилось, потому что весь вечер мы сидели при свечках. Короче, подробно вам могу рассказать в следующем мукбанке. Кому интересно продолжение этой истории, обязательно пишите в комментариях. Блин, так с аппетитом кушала. Что ж такое? 14 минут получилось. Я еще обрежу. Там вообще ничего не останется. Ладно, что делать? Давайте доедать. Хорошо, что у меня микрофон работает от батареек. Мне кажется, такое впервые. в чем суть? Мама после деревни вот здесь появился залом. так как она часто пребывает на солнышке. Поливает там свои цветочки, деревья, да и вообще туда-сюда ходят, естественно, и возрастные изменения. И у мамы здесь появился залом. Залом из-за того, что она постоянно щудится. Я объясняю маме, что сейчас это ботоксом можно исправить. Пройдет немножко времени, сюда придется колодить геалронку. А мама ни в какую. Я говорю, вот перед тобой живой пример того, что я вот в полтора года один раз делаю ботокс. И я ничуть не жалею. Давайте дружно в комментариях напишем мамочке, что ничего плохого в этом нет. Мукбанк какой-то не очень получается. Света нет. Вот думаю, сейчас продолжать снимать или потом снять. Потом будет уже не то. Вдруг свет совсем вечером дадут, а мне видео выкладывают. А мне видео выкладывать надо. Я же уже вас приучила, правильно? Это, знаете, по психологическому признакам мне напоминает то, что, например, я позову вас на встречу, а вы будете меня ждать, а я не приду. Когда приучаешь уже каждый день видео, видео, хотя можно пойти к брату. Пусть здоров, Твиксик. Мы с братом живем в одном и том же здании, точнее, в одном и том же МТК, просто в разных зданиях, и очень часто бывает такое, что у нас нету цвета, а у них есть или газ, или еще что-то. В общем, ладно, вынуждена с вами, к сожалению, попрощаться. Из-за технических моментов этот мукбанг получился достаточно короткий, все остальное я сниму за кадром, а вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, не забывайте ставить лайки. Всех люблю, целую, с вами была Айка, пока!